Александр Грош сказал, что не зря приехал, так как мы действительно шли по пути не то, чтобы шикой какой-то вот показать помпезность здесь. Мы строим исходя из своих средств. И вот этот комплекс, который здесь находится, мы построили только, область помогла нам полтора миллиона. Все остальные 4 миллиона мы своих средств направили на эту ферму. И мы его построили за 4 года, плюс все конструкции, которые здесь находятся, железобетон, это нашего завода ССК. Это тоже, что немаловажно, президенту понравилось, что это наши, еще раз повторим, ваши, слуцкие, слуцкие. И это дешевый вариант по сравнению с металлоконструкцией. И не надо эту покраску, и не надо этот металл, не надо это Россия, там где-то этот металл берут, у нас своего нету. А железобетон полностью, это наша конструкция. И ему понравилось еще, что мы уже запустили комплекс, будем и постепенно будем его наполнять своими нителями. Ему сказали, что мы за месяц заполнили одно здание, за два месяца. Следующие два-три месяца, это здание, которое вы видите, и покуда мы будем это заполнять, за три месяца будет готово третье здание. И потом же будет еще четвертое здание. И как бы, еще я ему сказал, что мы уже зарабатываем в день 8 тысяч на этом комплексе, продаем 8 тонн молока, и нам на счет уже проходит 8 тысяч каждый день. За месяц, посчитайте, 240 тысяч. Все, на заработную плату рабочим хватит. Еще останутся деньги на погашение, на вложенные деньги, которые мы вложили на эту ферму. Еще Александру Григорьевичу понравилось, что мы используем старые фермы. Мы стеснялись, конечно, долго думали, может, не показывать, закрыть двери. А потом он сам в теме сказал, что вот, если бы вы еще использовали вот это телят, должно быть в тепле. Мы говорим, Александр Григорьевич, только не кричите на нас, мы вам покажем. Но оказалось, мы показали, и он еще больше стал доволен, что действительно это правильно, это на правильном пути, что теленку зимой здесь тепло, летом будут на выгольной дворике гулять. Продолжение следует...